13 или чертова дюжина. Именно такое количество проверок проведено контрольной счетной палатой Московской области чуть больше, чем за полгода своего существования. Однако люди здесь подобрались вовсе не суеверные. Инспекции охватили более 60 муниципальных районов и городских округов из 74 субъектов Подмосковья, которые в полтора раза больше, к примеру, Бельгии. Об этом шла речь на недавней рабочей встрече председателя счетной палаты России Сергея Степашина с коллективом нового органа финансового контроля. Безусловно, то, что так сложно и долго мы шли к созданию палаты, видимо, предопределялось еще и тем, что и губернатору, и парламентариям все-таки хотелось, чтобы это была палата, которая могла быть достойной во всех отношениях, палата, которая бы соответствовала и российским, и международным стандартам. И на сегодняшний день, я уже знаком и со многими вашими проверками, мы с Александром Александровичем достаточно часто встречаемся, были у меня встречи с руководством области уже после создания счетной палаты. Я должен сказать, что сегодня и по численности, и по составу, и по тем наработкам, которые у вас уже сегодня есть, по тем конкретным материалам, по проверкам, счетная палата Московской области выглядит достойно. Аудиторами и сотрудниками инспекции контрольной счетной палаты Московской области в соответствии с планом работы на 2011 год проведен ряд экспертно-аналитических мероприятий, в том числе совместно со счетной палатой Российской Федерации. С первого дня нашей встречи, как только я представился председателем счетной палаты Российской Федерации, Сергею Вадиму Степашину, завязалось очень тесное взаимодействие всей нашей деятельности. Был я представлен на коллегии, всем членам коллегии. Индивидуальные встречи состоялись со всеми аудиторами счетной палаты Российской Федерации. Кроме того, что целый ряд наших должностных лиц, аудиторы, руководители аппарата контрольно-счетной палаты, руководители отделов наших самостоятельных тоже были представлены руководительным ходом начальников управления, начальников инспекции и департаментом счетной палаты Российской Федерации. На прошедшей встрече большое внимание было уделено необходимости дальнейшей активизации взаимодействия федерального и регионального контрольных органов, как в контрольно-ревизионной, так и в экспертно-аналитической работе. Безусловно, мы должны активизировать и нашу совместную работу и взаимодействие. Мы определились уже сегодня с руководством счетной палаты Московской области Сан Санычем. Он представил проект плана работы счетной палаты Московской области на следующий год. Он находится у меня. Я его расписал всем нашим аудиторам, руководителю аппарата, с тем, чтобы основные мероприятия, которые проводите вы, могли коррелироваться с теми проверками, которые осуществляет счетная палата в рамках работы в Московской области. Мы подписали такие же соглашения с контрольно-счетной палатой города Москвы, с управлением казначейства по Московской области и целый ряд других структур. И готовится сейчас с прокуратурой, с ГУВД Московской области. То есть мы, думаю, что до конца этого года подпишем вот эти соглашения. Отметив актуальность вступившего недавно в силу закона об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов федерации и муниципальных образований, Сергей Степашин напомнил, какое значение придается внешнему финансовому контролю высшим руководствам страны. Еще в прошлом году во время встречи с Дмитрием Анатольевичем нам тогда исполнилось 15 лет счетной палаты России. Впервые президент принял всю коллегию счетной палаты и я докладывал ему в Кремле о наших проблемах, о наших наработках, о наших предложениях. И в частности первым из них было как раз то, что сегодня не отрегулировано в правом отношении действия многих региональных счетных палат в наших субъектах федерации. Я уже не говорю о муниципальном уровне. И тогда же мы попросили президента дать поручение своей администрации, и мы подключились к этому поручению, к реализации его, с тем, что был подготовлен тот самый шестой федеральный закон. Глава федеральной счетной палаты обратил внимание на высокий уровень технической оснащенности и качество обустройства рабочих мест сотрудников контрольно-счетной палаты Подмосковья. По его мнению, в этом плане она ничуть не уступает региональным контрольным органам Европы. Мы показали ему условия работы сотрудников контрольно-счетной палаты. Мы размещаемся на трех этажах. Он посмотрел это размещение. Естественно, он пристально все это посмотрел, условия работы, материальную базу посмотрел. И в конце концов сделал вывод о том, что вы на уровне европейских контрольно-счетных органов. Большое значение также придается и взаимодействию региональных и муниципальных контрольно-счетных органов. Очень правильно то, что вы создали инспекцию и аудитическое направление, которое занимается муниципальными образованиями. И то, что у вас уже сегодня из 54-27 муниципалитетов есть свои контрольные органы, абсолютно верно. Потому что наибольшие проблемы сегодня это в муниципалитетах. Это все будущее уже следующего года. И в этом плане я хотел бы вас на эти вопросы сориентировать. Уже на следующий день коллегия контрольно-счетной палаты Московской области рассмотрела план своей работы на 2012 год. В перспективе не только создание ассоциации органов финансового контроля Подмосковья, но и увеличение контрольных и иных мероприятий более чем в два раза. А поскольку люди здесь подобрались не суеверные, то и трижды плевать через левое плечо смысла нет. Лиха беда начала. Продолжение следует...